Если вы открыли это видео, то, наверное, вам интересно, как заработать на инфляции. Инфляция достигла инфляция рекордно низких темпов инфляции. Есть такая шутка. Если инфляция все время растет, то может быть ее просто купить и на этом зарабатывать? Но в каждой шутке есть доля шутки. А в чем же правда? А правда ли, что есть такой индекс по инфляции, на котором можно заработать? Давайте сейчас об этом поговорим, а также я покажу свои разворотные точки на валютном рынке, на которых тоже можно заработать. Есть такая новость. Индекс потребительских цен. Эта новость как раз таки и отображает инфляцию в стране. В данном случае мы рассмотрим в еврозоне. Если мы посмотрим график, что происходит с инфляцией в еврозоне, то мы увидим, что он постепенно снижается. С чем это связано? Прежде всего с тем, что Центробанк повышает процентные ставки. Как вы знаете, последние несколько месяцев Европейский Центральный Банк повышал ставки, чтобы урегулировать инфляцию. Поэтому инфляция в еврозоне сейчас снижается. Так как же заработать на инфляции? Давайте посмотрим календарь экономических новостей. Здесь мы видим, что в среду будет новость в 12 часов по еврозоне индекс потребительских цен за июнь. И предыдущее значение было 6,1%, а прогнозируемое 5,5%. Так вот, если в момент выхода новости значение снизится, это повлияет на евро и оно может опуститься. А значит мы можем продать и заработать на снижении евро. Таким образом мы вроде как зарабатываем на инфляции, на самом деле зарабатываем на евро. Теперь давайте посмотрим на график евро-доллара и что здесь происходит. Располагает ли рынок к тому, чтобы заработать на этой новости? Во-первых, в последнюю неделю был стремительный рост евро против доллара. Вообще против доллара все валюты росли. Если посмотреть на график H4, то видно, что за последнюю неделю волатильность составила более 3000 пунктов. А если посмотреть график H1, то в отдельные дни, например в среду, волатильность по евро составляла 1400 пунктов. Хотя обычная волатильность по евро составляет до 1000 пунктов. Например, если посмотреть калькулятор волатильности Forex, то можно заметить, что за последние 10 недель волатильность по евро-доллару составляла 730 пунктов. То есть евро активно движется вверх и это означает, что в ближайшее время все-таки начнется коррекция. Как мы видим, в последний день, в пятницу, евро вообще стояло практически на месте. Для начала я предлагаю вам рассмотреть мои разворотные точки. Это зоны, где цена с высокой вероятностью разворачивается и на этом можно заработать. Например, в районе цены 1.11.55 есть зеркальная линия поддержки. От нее можно будет купить и заработать на росте. Но обратите внимание, что если в этот момент выйдет новость по инфляции, в среду, как мы уже говорили, то цена может пробить этот уровень и еще больше снизиться. Поэтому различайте для себя, хотите ли вы зарабатывать на инфляции или на разворотных точках. Давайте теперь посмотрим британский фунт. Тут похожая ситуация. Британский фунт также рос всю неделю. И здесь есть у него разворотная точка в районе цены 1.29.74. Здесь, если цена дойдет до этого уровня поддержки, это тоже зеркальный уровень поддержки, то можно будет купить и заработать на росте. И обратите внимание, что по британскому фунту в среду также новости по инфляции. Это индекс потребительских цен за июнь. И здесь предыдущее значение было 8.7, а прогнозируемое 8.2. Поэтому если новость подтвердится, то это может привести к снижению британского фунта против других валют. Ну давайте посмотрим еще пару инструментов, которые уже не относятся к инфляции. Но здесь есть разворотные точки, которые я могу тоже вам предложить, чтобы вы на них заработали. Например, по паре доллар-канадец на графике H4, смотрите, видно, что сильная нисходящая волна. И сейчас идет коррекция. Если цена дойдет до уровня 1.3277, это уровень 61.8 по Fibonacci, то от него можно рассчитывать на коррекцию вниз. И здесь можно будет продать и заработать на снижение. Пара австралийский доллар к новозеландскому доллару сейчас находится в нисходящем движении. Однако, если она пойдет наверх, то встретится с зеркальной линией сопротивления, от которой можно будет продать и заработать на снижение. Это в районе 1.0746. А если же цена пойдет еще дальше, то здесь наверху есть еще одна линия сопротивления в районе цены 1.0770. От нее можно будет также продать и заработать на снижение. Кстати, я рекомендую сразу выставить два отложенных ордера, чтобы если цена пробьет первый уровень, то вы могли усредниться вторым ордером и выйти в плюс, когда цена вернется к исходным значениям и даже немного заработать. Кстати, мой торговый робот также работает по стратегии усреднения, поэтому вы можете сразу же измерить расстояние между усредняющими ордерами. Здесь оно составляет примерно 240 пунктов. Выставить это в настройках робота, запустить его, включить функцию запуска отложенным ордером и заниматься своими делами, а робот будет торговать за вас. И, кстати, если у вас есть счет в компании A-Markets, то вы можете совершенно бесплатно получить моего торгового робота, поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео на мой канал. И на моем канале к любому видео есть в описании ссылка на мой Telegram. Пишите мне, я расскажу, как его получить бесплатно. Ну и, кстати, подписывайтесь на мой канал. Полный обзор понедельничного выпуска сегодняшнего вы можете посмотреть у меня на канале. Ну и подписывайтесь на мой Telegram канал. Там я публикую новости по инфляции и по другим экономическим событиям, на которых мы вместе зарабатываем. Торгуйте с удовольствием. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok